Итак, всем привет, с вами Добгай, мы продолжаем играть за священный советский союз шамбалы. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы же под предназначенным Ленина, аватара его, красного Махатмы, отправляемся бить монгольское ханство. Поехали. Ну и начинаем мы вручную здесь потихоньку продвигаться, атаковать. Я не спешу нажимать все галочку на автоплане, потому что мы вряд ли сможем на автоплане нормально пропушить. Если говоря, вот этот фокус теперь вообще не нужен. И как говорится, а зачем вообще его делать? Это если вы помните реформу нашей армии, которая вот здесь вот выпала, и просто бесполезно сделал вот этот фокус. Очень странно здесь устроены фокусы, но что с этим поделать? Особо на самом деле ничего. Для времени аспаны, которые, кстати говоря, возвышены здесь, уничтожаются потихоньку этими вот странами. Также Антанта начинает высаживаться тоже против, собственно говоря, интернационала. И, ну, силы такие, я бы сказал, не очень равные. Очень мало стран вступило. Хотя, конечно, Южная Америка там вроде как победила, но, как можем видеть, маловато этого будет, я думаю. Впрочем, здесь Россия вместе с Румынией и Сербией вроде как успешно справляется. Тут, конечно, душит их Дальний Восток. Но это нормально, я думаю, фронт будет стоять еще очень долго на месте. И наш генерал смог стать приспособленцем, это очень хорошо. Вот этот, конечно, пока что бафов особых не получил. Ну, в один момент он пехотный баф нам даст и может когда-нибудь тоже дофармиться до приспособленца, хотя это тяжеловато будет. Ну и слушайте, я думаю, сейчас по положению на фронте мы сможем вот так вот окружить вот эти войска, потом допушим до сюда, окружим вот эти войска и уже какими-то еще локальными окружениями сможем подобивать эту армию. В Human Power у нас все прекрасно, по потерям мы очень много выбиваем из нашего противника ресурсов. Сами же несем минимальное, хотя промышленность наша все равно такая в напряженном состоянии, я бы сказал. Впрочем, какие-то пару дивизий мы можем начать обучать уже заранее. А еще я вижу, что у нас есть проблемы с железной дорогой, и ну давайте мы ее проведем. Что я могу сказать, два месяца это займет. Вот, но у нас раньше вот по вот этой железной дороге шло все на запад. Но сейчас нужно собственную железную дорогу провести здесь. Пока что, кстати говоря, даже без этого снабжения хватает, что прекрасно на самом деле. У нас, да, у нас здесь очень жесткие бафы на это все, что очень меня радует на самом деле. Так что действительно со снабжением пока что проблем никаких и не будет. Но в один момент обязательно произойдет проблема, так что надо заранее ко всему подготовиться. Итак, происходит с... нет, не славянский. Происходит тибетский зажим добами. Прекрасно. В принципе, я всегда знал, что тузовые маневры это на самом деле приемы монахов Шамбалы. Это было очевидно, я всегда это знал где-то в душе, но отказался в это верить. На самом деле именно тибетские монахи учили меня играть в хойку. Ну и вот, потихонечку, шаг за шагом мы смогли разбить еще примерно сколько? 150 тысяч с этого момента или там 300 вроде было, да. Сейчас Кумульское ханство тоже капитулирует. Здесь войска в окружении и да, мы уже в принципе по людским ресурсам будем их опережать после последних вайпов, я думаю. Да, Кумульское ханство капает, дает нам чуть-чуть снаряжения. На самом деле пыль, и оно еще и плохое, но для гарнизона сойдет. У нас все равно, раз небольшая нехватка есть различных, так сказать, единиц. И, блин, мы продолжаем реформу все эти в армии делать. Не, надеюсь, работают. Сложно сказать, но как будто да. Ну и все, какие-то окружения были сделаны. Сейчас, наверное, еще на юге получится, надеюсь, у нас добить еще побольше войск. Вот в этих, ну да, в этих территориях. И просто на автоплане добиваем все оставшиеся, потому что сопротивляться они уже не могут. У них нет ни винтовок, ни людей. Хотя людей, наверное, может и есть. Да, люди есть, винтовок нет. Если я правильно понял, Монголия это та страна, которую надо добивать до последней провинции, из-за их духов национальных. Так что, да. Начинаем покраску. И, кстати говоря, важных плюсов. Это все наши национальные территории. Так что мы сразу буквально получаем отсюда весь мэнпавер и все заводы. Это очень круто. Ой, наконец-таки мы завершаем реформу нашей армии. У нас расход припасов из-за этого, кстати говоря, поднимается. Но зато мы убираем себе очень важные дебафы. Вроде организации, защиты и укрепленности. Это, на самом деле, очень солидные дебафы, которые мы теперь убираем. Значит, получается, технический баф, а им себя убирать дебафы, да? В любом случае, как я и говорил, ханство надо капитулировать до самого конца. Хотя здесь кажется, как будто нет. Может, оно не взяло еще те духи, или это не тот путь. В любом случае, потихоньку, Монгольская империя, новая, так сказать, появившаяся, заканчивается снова. И добили мы их прямо к самому-самому северу. И по ощущениям, да, все-таки не надо будет прям каждую провинцию. Что значит, что, наверное, если я капну Ургу, то они, в принципе, и сдадутся. Во всех случаях, конечно, еще пойдем по победным точкам. Но по ощущению, война эта закончилась. И наш священный союз, советский, конечно же, Шамбалы, поддерживает свою первую большую победу. Потому что на юге это были лишь маленькие победоносные войны. Теперь мы можем заняться возвращением наших истинных национальных территорий. Кстати говоря, я бы начал, пожалуй, с Индией. Потому что, по ощущению, здесь будет сделать проще всего. Здесь нету никаких свитников. Гарантит. Индокитайский союз их гарантит. То есть тоже те ребята, которых мы можем просто спокойно съесть. Потом мы, наверное, пойдем вот сюда. В общем-то, здесь гаранты есть. Короче, будем сейчас кушать куда можно. И посреди нашего генерала. Седьмой левел. Девять, пять, восемь, шесть. Прелесть. Прелесть, конечно. Новый Звенин... Звенигород. Хе? Так он не будет закончен. Давайте, да. Это куда мы? Новый Звенигород. Допустим. Ну что, мы почти сделали план. Мы начинаем, кстати говоря, производить наши первые истребители Шамбалы. У нас ресурсов не очень много, но пойдет. Если мы на них нападем, то у нас потенциальный враг только Индокитай. Что нас более чем устраивает? Мы их просто снесем. Просто посмотрите на эту атаку. Господи. Ну и Штаты, конечно. На такие страшные. Смотрите. Это еще ночь, подождите. Скажите мне, дневные Штаты. Вот это атака, конечно. Ксатарса плюс 30, нового командира плюс 43, планирование 47. Освобожденная тактика, доспать и опыт. Жесть. А это еще могли быть разведданные и местность еще может быть хорошей. Вот как здесь, кстати говоря. Местность нормальная, нету дебафа 900 атаки. По-доброму, я бы сказал. Очень по-доброму. И нам еще конвой хотят дать. Точнее, дать нам, в принципе, линдли из-за всего. Конечно, возьмем. Наши воины, ведуимы, потребительствам Ленина, просто не чувствуют индийского сопротивления. Каждый из них сражается сам, как Ленин. И поэтому получается такая дикая атака, потому что каждый из них олев. И коммуна фарта капитулируется, если говоря, не так много мы получаем. На самом деле, вар скоро, как хотелось бы. Это действительно грустно. Но, в любом случае, мы свою часть заберем, а потом заберем и ту часть, которую нам сейчас не дадут. Благо, а, у нас есть дивизия, да. Благо, мы можем сразу объявить им войну и не думать ни о чем другом. Так и делаем, объявляем войну. Сразу же наступаем. Причем, нет, Дели, пожалуйста, мне границы пока не делайте. Я не хочу нападать на Дели, потому что за ним поедет вся Антанта. А с Антанта и выговать я пока что не хочу. У меня еще не так много дивизий, на самом деле. Но мы пока что их еще обучаем. Кстати, получили очень много снаряжения. Можем теперь много дивизий пообучать одновременно. Плюс продолжаем производить. Наша промышленность растет просто огромными шагами. Успеваем мы немножко по побережью здесь занять провинции. Так что, я думаю, что-то мы успеем себя тоже забрать от Раджей обратно. Хоть и не так много. И готовимся мы к войне с Китаем. Я думаю, следующая наша цель будет именно Китайский Объединенный Фронт. А потом уже займемся Японией и всеми странами, которые она гарантирует. Которым она, я бы сказал, гарантирует зависимость. И вот это все такое. И да, мы успели пробраться вот сюда раньше, чем Индия. Точнее, чем вот этот вот. Доминион Индия. А значит, мы получим действительно немало, я думаю, варскора. 27, да, он все растет. Вот, реально сможем забрать хорошую часть. Вот оно, 275. Ну да, не так много, но самое главное просто хотя бы что-то подзабирать себе. Получилась вот такая вот граница. Они супер красивые, но я бы сказал, это такая микро ловушка. Мы дадим им сюда зайти, но не дадим выйти. И так же 4 корабля себе взяли. Это немного, но это честные корабли. И слушайте, Россия тут смогла Украину капитулировать. Это на самом деле неплохо. Украина это немало войск. Но в Греции у них проблемы, так что фронт такой себе, нестабильный. Зато здесь очень хорошо. Так что я думаю, Россия пока побеждает. Хотя и, да, с проблемами. Я думаю, сейчас мы займемся Китаем, затем Японии, затем всем остальным здесь. И затем уже Россией. У нас теперь цель построить достаточно для этого дивизий, потому что у нас все еще их мало подходит, говоря, вот и Австрия. Вступает в Вильдкрик. Да, нам нужно больше дивизий. Кстати говоря, Австрия поменяет. Я думаю, здесь немножко баланс сет, потому что стран здесь много, и дивизий тоже много. У нас, все говоря, появился новый фельдмаршал, которого я не обращал внимания до этого. А, к сожалению, он не прокачан, но для второй армии я, конечно же, возьму именно его. И я не хотел нападать на Доминион Индию, но Доминион Индия решил иначе. Говорит, слушай, старина, давай-ка ты мне Индию отдашь. А я говорю, нет, старина, я не отдам Индию. Теперь воюем. И надо как-то теперь успеть сюда прийти, кстати говоря, у них на границе тоже армии нету, что меня немножко радует. Это даст нам немножко времени побольше. Но все еще и броска силы из Китая займет некоторое время. И самое главное, тут сейчас будет война со всем танцами, действительно. Эти ребята сейчас сюда начнут перебрасывать много войск, так что надо побыстрее здесь разбираться со всем. Ну и войска начинает прибывать, и вместе с этим начинает сразу пушиться Индия обратно. Это они очень смело так решили напасть на самом деле. Наша еще дополнительная здесь дивизия потихоньку готовится. Благо промышленность позволяет. Ну и берем под контроль, в принципе, всю ситуацию. На юге уже пушим их. Частично здесь пушим их очень уверенно. И здесь сейчас будем разбираться с тем, что пробралось в нашу страну через горы, пока мы были к этому не готовы. В общем-то, индусы, как обычно, решили сделать какой-то суперклассный маневр. Получилось, ну, вы увидите, что получилось. Делаем маневр за Карамелло. И ребята капитулируют. Теперь я еще третьим перегаити капитулировала. Не знаю, кто это и зачем. Но, раз капитулировали, значит, есть зачем. Добиваем Карачи. Задушиваем жабу. И отправляемся добивать вот эти вот элементы сыпи, которые индусы нам передали, нас заразили. И теперь пойдем на Афганистан. И, в принципе, мы можем вернуться потом к плану Китая, я думаю. Ну, смотрите, Карач на крепостных стенах. Да. Меня это более чем устроит. Они поняли, что Рашхуйню сделал, как говорится. И выкинули его из Альянса. И говорят, съедайте, только нас не душите. Мне неинтересно никакая Англия. Так что, конечно, мы их душить не будем. Но вот Китай мне интересен. Судьба Индии. Смотрите, можно убивать коммунистов, а можем просто оккупировать. Я думаю, мы оккупируем, потому что, ну, наш священный союз Шамбалы не понимает, что такое варенеточное правительство. У нас и так один правитель. Зачем делать других правителей? Смотрите, Каданцевский мирный договор. Россия победила в Европе. И почему-то еще Польша оставила вот здесь вот свою территорию. Но Россия победила. Амтер Павел II. Интересно, как это получилось. Но в любом случае, Германия, судя по всему, проиграла во всех войнах своих. О, и на фоне поражения Германии Кайзер умер от коринжа. В принципе, я не удивлен. И я даже не знаю, кто их может спасти теперь. Как-то они очень сильно начали проигрывать. Прям очень. В принципе, стало очевидно, потому что Антанта начала воевать с Германией. И теперь, имея не союзника, а еще одного противника, еще и с Россией, как-то Германия, да, подзадушила сама себя, наверное, разбрасывала свои армии куда-то. И вот итог. И вот мы добычили нашу последнюю армию. Остается лишена дивизия. После чего мы, наконец, начнем нашу атаку. Потому что я хотел быть максимально подготовленным. Плюс у нас тут еще есть авиация, но авиацию я тренировать, конечно, не буду. И вот мы готовы. Нападаем. Начинаем с Кликтершан-Си. Без военов-средников и скобочков, у нас их нету. Я думаю, всем, с этим сторонам, сразу объявляем войну, чтобы везде сразу атаковать. И да, наша армия просто непобедима. Мы это видим с первых же дней войны. Сразу после этого надо будет еще на Фонтянь напасть. Но это займет некоторое время, я полагаю. Тут самое главное просто, чтобы снарение везде было. Но я попроводил здесь дороги. Еще здесь железные дороги попроводил, здесь посоединял. В общем, чтобы у нас была относительно стабильная рабочая сеть железных дорог. Здесь, в общем-то, вроде как все тоже неплохо. Конечно, у нас сейчас снабжается, видимо, по северу, но тут еще и реки есть. Как-то, я думаю, здесь справимся. Также я думаю, что есть смысл делать вот так. И, пожалуй, вот так. Я думаю, подходящий момент для этого. Мы немножко смелее их силы. У них сейчас не будет возможности как-то контратаковать. Да и не то, чтобы когда-либо эта общая возможность существовала. Мы нормально сделаем фронт, подготовим планирование. Ребята тут передвигаются до-сюда. И начнем заново атаку. Ребята готовы, планирование готово. Начинаем. И да, у нас пока что нет штурмовой авиации никакой, поэтому проблемы некоторые мы испытываем. Блин, вот это вот. Поэтому мне не нравятся такие фронты, потому что дивизии решают внезапно переехать на другой конец света. Тем не менее, я думаю, сейчас потихоньку мы просто продавим нашими превосходящими статами. Мы среганизовались. И уже под второй агрессивность, чуть-чуть полегче, снова продолжаем наступать. Генерал опять взялся. Левел это инженер. Приятно, но на самом деле вплевать. Хотя, в принципе, укрепления где-то, я думаю, будут встречаться, так что можно и взять. Ну это просто прогрызаемся сквозь метайцев здесь. Единственный нюанс, да, очень хочется штурмовиков. Но вот первые... Так, это не наши штурмовики или это... Это как бы все-таки наши штурмовики, так почему-то там еще есть 45. Ладно, это выглядит очень странно. Наверное, мы еще не успели их наделать. Да, у нас еще 8 заводов пока что там. Слушайте, они замирились. Германия с Антантой, судя по всему, как-то вышли на Белый мир. С чего они капитулируют? Э? Это кто? О, и с Россией начал воевать Афганистан, который стал независимым. Э? Э? Что происходит в этом мире? Ничего. Наш красный, так сказать, махатма Ленина приведет этот мир в порядок, чтобы такой шизни, как говорится, больше не происходило. Под Лениным сразу вся шизня станет нормальной. Да, и вот уже начинают ребята капать. Неудивительно. Вряд ли даже их объединенный альянс сможет нас остановить. Ну, продолжим мы, наверное, в следующей серии. Добьем Китай, займемся японцами здесь. Ну, и, я думаю, оставлюсь в Азии тоже. И нужно будет после этого обратить свой взор на север. Тут над нами тоже есть немножко территории, которым нужно принести немножко красного махатмы. Как и потом, может, Европы. Ну, посмотрим, значит, Европы. С вами в любом случае был Добгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, 3D Скород Бусти. Все как обычно. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok